И всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, для вас вещает Роуч и вот очередной выпуск ответов разработчиков на моем канале. Поехали! Первый вопрос. Режим быстрый бой засчитывается в официальную игровую статистику или нет? Спрашивают игрок. На что наши разработчики отвечают? Да, засчитываются. И второй вопрос. В балансе 2.0 разведительные машины обладают лишь немного большей дальностью обзора, чем ОБТ. Это будет изменено или план в том, чтобы игроки использовали соответствующее оборудование для повышения этого показателя и скаутов на ББМках? На что наши разработчики отвечают? В балансе 2.0 предполагается, что разведательные машины будут эффективно вести разведку с переднего края за счет высокой незаметности. При этом их базовый обзор все равно остается лучше, а с учетом всего оборудования и навыков, которые другие машины, как правило, не устанавливают, значительно лучше. Кроме того, мы планируем дать узлу ПНР возможность убирать задержку обнаружения машины. То есть срабатывать прямо в момент обнаружения. Что еще? Добавит эффективности разведчикам, ребятки. Это будет довольно неплохо на самом деле. Третий вопрос. Планируется ли улучшение альянсовского интерфейса? Например, можно добавить окно объявлений для командира альянса, чтобы была возможность отправлять всем бойцам сообщение, которое сразу откроется в отдельном окне, без необходимости заходить в меню альянса. На что наши разработчики отвечают? В ближайшее время мы не планировали улучшение интерфейса альянсов, но в будущем, несомненно, дойдет дело и до них, ребятки. Вот так вот. Скоро у нас даже поменяется немножко раздел альянсов. Ну и следующий вопрос, ребятки, касается режима ПВЕ. Собираетесь ли вы вводить уровень сложности безумец в ПВЕ режиме? Отвечают разработчики. У нас есть планы по развитию ПВЕ. Подробнее о них расскажут отдельно. Скорее всего, информация будет предоставлена на официальном сайте АВшки. Но в дальнейшем посмотрим, что же они нам интересного расскажут. Ну и пятый вопрос. Перед патчем вы говорили, что колесная техника будет терять ход при пробитии трех колес. Сейчас это происходит при пробитии одного колеса. Будете исправлять. На что разработчики отвечают? Теряя ход, машина полностью как раз при пробитии трех колес. При пробитом колесе замедляется средний, при пробитии двух значительно. Но еще может двигаться. Возможно, мы пересмотрим этот вопрос в будущем, либо дадим некоторой технике узлы, позволяющие лучше переносить потерю колес, ребятки. Так что мы перестанем страдать на колесной технике. Ну и шестой вопрос. Как действует параметр максимального разброса, который можно уменьшать с помощью оборудования, навыков, экипажа или командира? Раньше максимальный разброс уменьшал разброс только после выстрела. А теперь уменьшается ли разброс от движения, поворота ходовой, поворота башни? На что наши разработчики отвечают? С точки зрения игровой механики максимальным разбросом является значение до которого прицел будет сводиться с учетом текущего состояния танка, неподвижности движения или стрельбы. Пример. Пусть есть танк с разбросом 0.1 при неподвижности и 0.5 в движении. Пока танк стоит на месте, ничего не делает. Его разброс 0.1. Когда он начнет движение, то постепенно, в зависимости от скорости, начнет разводиться. И через какое-то время разброс достигнет 0.5. И таковым останется, пока танк просто движется. Если танк произведет выстрел и начнет вращать башню и так далее, то он может развестись выше 0.5. Но начнет снова сводиться до 0.5, как только игрок прекратит ухудшающую точность действия, ребятки. Так что вот так вот. И на что разработчики ответили далее, что они планируют улучшать систему и сделать ее более понятной для каждого игрока. Но у нас седьмой вопрос, ребятки. Будет ли реализована двухэтажная панель с имеющими танками в ангаре? При большом количестве техники приходится много времени пролистывать эту панель, дабы выбрать танк. Да, есть фильтр, но так будет удобнее. На что наши разработчики ответили. Пока мы не планировали вводить двухэтажную панель танков. Возможно, при наличии значительного спроса мы ее введем, ребятки. Так что у нас, скорее всего, появится такая же карусель танков, как и в картошке. И это было бы довольно неплохо, потому что я думаю, у каждого игрока в АВшке очень много танков. Но у нас восьмой вопрос. В БМПТ крайне не хватает боезапаса Аптур. 20 штук в боекомплекте, это маловато и обычно они заканчиваются в первой третьей боя или миссии. После этого БМПТ теряет практически всю огневую мощь. Планируете ли вы это как-то исправить? На что наши разработчики отвечают. БМПТ в ближайшее время получит улучшение маневренности и еще несколько улучшений. Что касается Аптур, то в следующем патче мы повысим боезапас БМПТ и Т-15. Но балансировка противотанковых ракет на этом не заканчивается, а в дальнейшем возможны другие изменения. Вот так вот ответили наши разработчики. Ну и девятый вопрос, ребятки. Как обстоят дела с усталостью брони? Планируете ли выводить эту механику? На что наши разработчики отвечают. При тестировании данной механики в основной проблемой оказалась. Сложность ее понимания игроком, как стреляющим, так и обстреливаемым. На уровне, почему метан пробит здесь, или сколько раз нужно еще выстрелить, чтобы пробить. Собственно, даже более простая и отображаемая визуальная механика ДЗ сейчас нередко вызывает непонимание у игроков. Поэтому перед тем, как вводить подобную механику, понадобится доработать визуальную часть и интерфейс, так, чтобы стреляющий точно видел, куда попал, а получивший попадание, куда его пробили. Работа над этой механикой есть в планах. Так что, ребятки, скоро у нас появится рентген ваншотов, как в Вард Тандере. Ну, посмотрим, когда же эта фича у нас появится в игре и что она будет из себя представлять, как это все будет выглядеть. Но от себя, ребятки, могу добавить, что на ПТСе была добавлена техника, которая должна была у нас появиться на 1 апреля. Бегляет ПЗ-57 Джокер и БМД-4 Джокер. Настройка Т-72Б3 завершена, и теперь только остается гадать, когда же она появится на основе. Увеличен боекомплект туров у БМПТ, БМПТ-72 и Т-15 Барбарис с 20 до 40 штук. Увеличена подвижность БМПТ, БМПТ-72 и Т-15 Барбарис. Также, ребятки, Майору потихонечку подготавливаются к 9 мая, скорее всего, у нас будет какой-то марафон. Так как в файлах игры был найден Никитанчик Т-72 Виктори, который по снарядам и описанию является копией нашей Т-шки на 4 уровне. Вот было бы интересно, что же мейловцы нам приготовили, марафон или очередной прем какой-то в уникальном камуфляже. Если был бы марафон, то было бы довольно неплохо, многие игроки пополнили бы свою коллекцию техники в уникальных камуфляжах или что-то в этом роде. Ну, подождем 9 мая, увидим, что же нам выкатили наши разработчики. Ну а для вас вещал Роуч, ребятки, ставим лайк и подписываемся на канал. Также вступаем в наши ряды Голд Рота, ссылочка в описании под видео. И всем пока-пока!